МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня начальник межрайонного отдела управления Федеральной миграционной службы России по Московской области в городском поселении Щелково Галина Игнатьева. Здравствуйте! Галина Серафимовна! Пока наши зрители собираются с мыслями, придумывают свои вопросы, Давайте их сразу сориентируем, на какую тему задавать вопросы. Ясно, что ваша служба, ваше управление занимается не только миграцией населения, но и многими-многими другими вопросами. Давайте сразу очертим сферу вашей деятельности. Ну, служба у нас большая. Я, наверное, во-первых, сначала скажу, так как у нас в основном слушатели – это жители нашего района, то есть мы обслуживаем жителей нашего района, это к их услугам пять терпунктов в каждом городе, которые работают по выдаче паспортов внутренних российских, снимают их с учета, ставят их на учет, только занимаются гражданами Российской Федерации. К их услугам на сегодняшний день много новшества – это открылись МФЦ. У нас их в районе пять. И вот что приятно отметить, что у нас сейчас происходит открытие даже в деревнях. Такие, типа, небольшие филиальчики открываются в МФЦ, где граждане Российской Федерации, если не хотят приезжать к нам или в управляющие компании, которые их тоже обслуживают, могут прийти в МФЦ, который находится с ними рядом. Даже вот недавно открылась деревня Огонево, Медвежьих Озерах, то есть там администрации предоставляют помещение, и сотрудники МФЦ туда выезжают. Пожалуйста, там, как правило, это происходит в нерабочее время, или в субботу, в воскресенье. И могут тоже сдать документы на паспорт, или сняться с учета, или поставиться на учет. То есть я все-таки считаю, что это очень хорошо, потому что все как-то приближается к дому. Потому что мы работаем по графику, и наш график немножко может быть, хотя мы и вечером принимаем, вторник, четверг до восьми вечера, и в субботу с восьми часов принимаем граждан. Но многим, может быть, хотелось там как-то более почаще, и поэтому к их услугам пожарим МФЦ. Это вот то, что мы работаем с гражданами России, имеется в виду, обслуживаем по принятию документов, снятию. Есть у нас служба, которая занимается загранпаспортами. Наверное, самая такая она у нас. Серьезная для граждан России считается, но это было в прошлом. На сегодняшний день наша служба в данном направлении... Что значит в прошлом? Ну, в данном направлении мы привыкли всегда к большому количеству народа. А, и к большим очередям тоже, конечно. Ну, в принципе, как, очереди в конце у нас уже как-то были сбавлены. Почему? Потому что вышла услуга такая, как сдача документов по порталу. Через интернет. Да, люди могли открыть свой личный кабинет, прислать. То есть все это, знаете, как-то предусмотрено было. Но привыкли мы к большим объемам в данном направлении. Я вот даже специально выписала для себя, что вот в 2014 году мы выдали 20 976 паспортов нового, только нового поколения. А в 2015 году 9619. То есть в три с лишним раза. Три раза, да. И больше скажу, может быть, даже чей-то вопрос предугадаю на сегодняшний день. Может быть, многим жителям Фрязино и не понравилось, что мы были вынуждены. Когда шел большой объем, мы открыли АВИР во Фрязино. То есть там могли люди сдавать документы. На сегодняшний день мы там пока АВИР закрыли. То есть не пользуются спросом? Ну, вы знаете, да. У нас стоит техника на биометрические паспорта. Она рассчитана на большой объем. То есть, знаете, мы по 50, по 60 человек в день принимали. Иногда и доходило до 100. На сегодняшний день 2-3 человека в день обращаются. Поэтому стало нерентабельно. И просто техника, понимаете, вот от постоянного, вот это она очень дорогая техника на новые биометрические паспорта. То есть сейчас она просто простаивает? Нет, мы пока временно там закрыли Фрязинский АВИР. И жителям предложили приехать в Щелково. Потому что там тоже, опять же, можно по предварительной записи записаться, прийти в удобное для вас время. Все сейчас это предусмотрено. По порталу можно сдать документы. И просим людей уже просто, ну, понять вот такую ситуацию. И приходить в Щелково. Мы с удовольствием примем. Многие уже сейчас идут. Потому что я говорю, ну, технику, нам просто ее жалко. Она очень дорогая, выйдет из строя. Не рассчитан на такой огромный поток. То есть в Щелково можно приезжать из любого населенного пункта, да? Да, конечно. Ну, в принципе, на загранпаспорта, ведь это давно предусмотрено законодательством, что можно сдавать документы даже не только по месту регистрации. Если вы, допустим, в районе зарегистрированы по месту жительства, то вы только можете у нас в районе сдать. Предусмотрено законодательство, что человек на загранпаспорт может сдать по месту жительства, по месту обращения и по месту пребывания. Только единственные сроки здесь разные. То есть если вы сдаете документы на загранпаспорт по месту жительства, срок оформления до одного месяца. Ну, естественно, если вы не являетесь секретоносителем. Ну, а если через МФЦ, например, по-моему, дольше получается, да? Да, МФЦ тоже. Вот вы предугадали как раз мой ответ, что по МФЦ мы тоже принимаем документы, но только на паспорт старого поколения. Ну, мы еще поговорим тогда более подробно в дальнейшем об этих, о новых, о старых загранпаспортах. Хотел спросить, вот как раз вы говорите, что где-то отделы ваши закрываются, где-то, наоборот, открываются. Ну, насколько я знаю, в Щелково помимо центрального офиса на Пролетарском проспекте есть еще и отдел на улице Свирской. Это терпункты. Вот я сказала уже, у нас их было в 2015 году в начале 8 терпунктов. То есть в каждом городе расположен территориальный пункт. Все они находились в полиции. В здании полиции находился территориальный пункт. Но в связи с тем, что вот я говорю, что, ну, и в стране немножко экономия идет, и стало нерентабельно использовать очень многие. В Афряново у нас терпункт закрылся, люди ездят теперь в Афрязино, сдают документы. На Загорянке. Тоже закрылся. Территориальный пункт закрылся. Пожалуйста, территориальный пункт номер один, Свирской, 12. Или МФЦ. И Звездный городок. Территориальный пункт номер два. А Чкаловском остался? На Чкаловском он обслуживает и Звездный городок. Ну, как-то, честно говоря, никаких жалоб у нас по этому вопросу не возникло. Люди как-то спокойно. А делов хватает, да, несмотря на то, что закрылся? Я думаю, да, потому что я не думаю, что кто-то позвонит и скажет, что его где-то не обслужили. Спокойно все просто сейчас приходят. Фряновские идут во Фрязино. Ну, тут же дают у нас загранпаспорт. А потом я еще раз вам говорю, что нас очень вручает МФЦ. Они принимают. Я просто вчера как раз перед открытием проезжал, где-то около 9 утра, мимо центрального офиса на пролетарке, и такая толпа стояла. Иностранные граждане. Что же будет-то, когда откроется? Иностранные граждане. Вы отправляетесь с таким потоком? Да, у нас наш пролетарский проспект 9, корпус 3, это федеральная миграционная уже служба, она работает в основном только с иностранными гражданами. И загранпаспорта мы там выдаем. Ну, да, если вот подходить к началу открытия приема, да, действительно народу много. Потому что, хотя много людей приходит, они могли бы не приходить, а просто отдыхать дома. В основном это очередь, это иностранные граждане, которые приходят продлевать регистрацию. По патенту они там работают. Ну, я, наверное, думаю, что вы потом спросите по патенту, что я не могу сказать. Ну, а много народу-то проходит в день у вас? Ну, в день где-то, вот если взять... У нас отделов много в миграционной службе работает. Работает отдел миграционного учета, работает отдел гражданства, отдел временного проживания, видов нажительства. И работают загранпаспорта. Ну, еще административная практика, нарушители ведь тоже бывают, они тоже приходят. Вот, поэтому... Ну, если взять самый большой, конечно, поток, это миграционный учет. В день, ну, где-то в среднем 100 человек проходит. И отдел временного проживания, видов нажительства. То же самое. Но это уже российские граждане? Нет, это иностранные граждане, которые хотят оформить временное проживание, вид нажительства, потом гражданство. То есть уже остаются здесь на ПМЖ. Ну, все равно мы, конечно, скользко затронули проблему регистрации, временного проживания и загранпаспорта. Да, но, наверное, все-таки главное направление это выдача наших российских паспортов. Поэтому просто хотелось бы... Вы имеете в виду заграничных? Нет, наших российских паспортов, граждан Российской Федерации. Это же ваш сверхденец. Ну, просто хотелось бы напомнить зрителям вообще, когда нужно менять паспорт, не забыть, да, и, ну, бывают такие случаи, когда, например, человек или потерял паспорт, или украли у него. Вот что делать в таких случаях? Ну, как правило, паспорт у нас сейчас получают 14 лет. То есть законный представитель приходит и приносит документы, как я уже сказала, в МФЦ. У него несколько вариантов, куда можно сдать документы. МФЦ, пожалуйста, управляющие компании, пожалуйста, или прямо напрямую в территориальный пункт. То есть, как правило, люди убирают территориальный пункт или МФЦ. Потому что, ну, во-первых, вот если взять МФЦ в Щелковое, оно находится через дорогу от территориального пункта. То есть МФЦ быстро приносит документы по соглашению, они должны на следующий же день принести. Или прямо напрямую люди сдают территориальный пункт. В 14 лет человек получает паспорт. Как правило, мы в настоящее время как-то у нас вот такая возрождается традиция вручать в торжественной обстановке. Вот уже несколько раз проводили вечера, где и глава администрации, то есть вручают. Вот это мы начинаем возрождать, потому что, ну, все-таки это событие для молодежи. Это какой-то дать приурочный к празднику, наверное. Ну, как правило, да, бывает. Или просто по мере поступления, когда народу наберется. Ну, когда какие-то праздники, да. Потом мы просим школы тоже нам оказывать помощь в этом вопросе. Потому что я считаю, что это огромное событие для молодого человека. И что хотелось бы, чтобы это как-то тоже для них осталось в памяти, согласитесь. Вот. 20 лет исполнилось, человек должен поменять паспорт. Ну, и 45 лет то же самое. То есть вот три категории, которые надо пройти. Люди меняют же не только там в 20 и 45 лет. По браку меняют, да. Кто-то фамилию поменял. Да, фамилию поменял. У кого-то паспорт просто, извините, испортился. Ну, приведен негодность. Да, кто-то и теряет. А вообще критерии негодности есть какие-то, допустим? Пришел человек куда-то, в какую-то контору, да, принес, у него там все. Ну, как, вот, у нас, понимаете, понятие непригодности, оно такое вот бывает. То есть человек просто по халатности допустил там, ну... Постирал. Да, бывает такое, да. Ну, а бывает, когда у нас ведь не секрет, что даже и посольство Украины извинялось перед гражданами Российской Федерации. Паспорт гражданина Российской Федерации, как и любой другой страны, считается достоянием государства. И никакие штампы лишние в паспорте не имеют права ставить ни одно государство, ни один чиновник. Потому что все эти штампы, все какие-то записи в паспорте, они предусмотрены четко законом. Государство оно определяет уже. Ведь не секрет, что очень часто на Украине ставили, наверное, все с этим столкнулись штампики. При пересечении границ. При пересечении границ этот паспорт уже испорчен, потому что это делать нельзя. И посольство извинялось, но все равно иногда бывает, продолжается. Поэтому, естественно, приходится людям менять паспорта. Ведь сейчас паспорта все находятся в базе Центральной ФМС России. То есть обращаемся мы в банк за кредитом, за какими-то действиями. Сотрудник банка открывает базу, проверяет, действительно ли его паспорт или не действительно. Все через это проходили, все это знают. Потому что сейчас все находится в общей базе. Поэтому это тоже важно, чтобы паспорт был действительный. Ну и, конечно, люди теряют паспорта. Потеряли, украли. Это две разные вещи. Ну, конечно, да. Если украли, это кража. Значит, гражданин первым делом должен пойти, заявить, написать заявление. Уже сотрудник полиции решает, что там возбуждает уголовное дело и что-то. Но прежде чем поменять паспорт человеку или выдать ему, то он обязательно должен представить документ с полицией, что он заявил. Ну а если просто где-то бабушка там в автобусе потеряла или что-то, тогда уже оформляется в более таком простом варианте утрата паспорта. Ну, нужно это, наверное, как можно более быстро делать, да? Я имею в виду, если паспорт утерян или похищен, даже не всегда знаешь как. Ну, чтобы не было каких-то последствий, да? Конечно. Кредиты берут по чужим паспортам. Да, очень многие сейчас беспокоятся о том, что вдруг по нашему паспорту кредит возьмут или что-то. Но здесь тоже законодательством все предусмотрено. Вы пришли, написали заявление, и мы в базе паспорта объявляем этот недействительный. Поэтому тут уже ничего по нему сделать нельзя. Сроки тоже более такие, знаете. Если человек паспорт утерял, получал он его у нас раньше, то мы паспорт подаем в течение 10 дней. Обращают даже граждане по утрате паспорта или по каким-то действиям, там 20 лет поменять, 45 лет. Даже люди здесь не зарегистрированные. То есть прописан человек в Оренбургской области, а здесь работает, проживает здесь постоянно. Ему надо заменить паспорт, или он его потерял. Пожалуйста, он обращается там, где он проживает. Допустим, в Щелково проживает, обращается... Но регистрация должна быть, да, при этом? Ну, регистрация имеется в виду по месту пребывания, если он более 90 суток здесь проживает. Нет, ну, если он работает, например, в Щелково. Ну, да, если он более 90 суток, конечно. А так он заявляет нам то же самое по замене паспорта, но здесь срок уже немножко будет другой, до двух месяцев. Потому что мы должны запросить информацию о предыдущем паспорте. Но, как правило, многие обращаются, потому что это их устраивает. Человек же не просто нам пришел и заявил. Мы выдаем ему временное удостоверение, которое пока заменяет паспорт здесь ему. С фотографией, то есть со всеми данными его. И уже дальше идет проверка и выдается паспорт. Так что, я думаю, жители здесь не страдают в этом вопросе. Но хотелось бы, конечно, приезжать все-таки более, так, знаете, хранить свои документы, удостоверяющие личность. В надежном месте. Конечно. Ну, а вот, скажем, ответственность какая-то предусмотрена, если паспорт просрочен. Испойнился 45 лет. Да, конечно. Ты кредитов не берешь каждые полгода, вот и год прошел, два. Ну, да, конечно, здесь административные штрафы, конечно, тоже предусмотрены, но в каждом конкретном случае уже рассматривается, понимаете. Потому что, ну, бывает, бабушка какая-то просто по неопытности, она там или где-то пошла, получать пенсию забыла. То есть, конечно, здесь и минимальные штрафы, и максимальные есть. Тут уже в каждом конкретном случае составляется административный протокол, выносится постановление, уже человеку объявляется. А наказание серьезное? Да нет, там, по-моему, в пределах двух с половиной тысяч, это уже максимально. А, ну, штраф все-таки есть. Конечно, конечно, да. Ну, давайте теперь тогда про загранпаспорта говорим. Вот мы эту тему начали, да, и как раз паспорта нового образца с этими биометрическими данными и старого образца. Ну, я, насколько помню, старые до сих пор же выдают, да, сроком на 5 лет простые, соответственно, нового образца на 10 лет. Ну, вот, как вы считаете, какой паспорт лучше, так сказать? Вы знаете, я вот всегда, когда ко мне люди приходят, я все-таки говорю, да, действительно, мы выдаем по желанию человека любой паспорт. Ну, если, когда приходит бабушка, которая едет там на Украину, ведь не секрет, что сейчас уже везде пускают загранпаспортами. Мы тут, если бабушка просит только ей на Украину съесть, естественно, все-таки паспорт нового поколения стоит 3,5 тысячи. А это 2 тысячи, все-таки, конечно, разница есть. Но паспорт нового поколения, ведь с этого года мы выдаем не только паспорта биометрические, но еще и с отпечатками пальцев. То есть стоят. Прямо в паспорте? Нет. Человек не полует. То есть, понимаете, новый биометрический паспорт – это паспорт с чипом, где сканируются ваши глаза. А подделать его невозможно, почему весь мир уже переходит на это. И если у меня иногда спрашивают, какой лучше мне паспорт сделать? Я всегда говорю, что вы молодой человек или там молодая девушка, у вас еще там много поездок, наверное, будет. Ни одна страна не говорит о том, что она не пускает со старым паспортом, вот с пятилетним. Потому что этого нигде в законодательстве нет. Но, как правило, Шенген вам могут не открыть, потому что уже весь мир перешел на новые биометрические паспорта. Да даже одно то, что с этими биометрическими паспортами вы границу быстрее пройдете. Понимаете, чип открывается, сличается, и вы быстренько проходите. Паспорта мы сейчас начали выдавать уже с отпечатками пальцев. То есть, когда мы вам выдаем паспорт новый биометрический, мы вскрываем чип. Мы должны его вскрыть, иначе вы просто на границе не сможете. Но чип теперь не вскроется, пока человек не сделает отпечаток пальцев. Все это уходит в базу, и когда он проходит границу, все это очень просто. Поэтому мы всегда говорим, что мы не имеем права говорить человеку, что мы не выдадим вам пятилетний паспорт. Мы выдадим по вашему желанию. Но, как правило, из практики, если человек постоянно ездит, пользуется паспортом, я все-таки считаю, что лучше сделать на 10 лет. Паспорт нового биометрического поколения, паспорт на 10 лет, страниц больше в этом паспорте. Виз больше влезет, так скажем. Виз, да. И пускай вы заплатите 3,5 тысячи, но он вам дольше прослужит. Ну и потом, наверное, просто с практической точки зрения, что не каждые 5 лет ходить, менять паспорт. Да, действительно. Но это вот сейчас у нас народу нет. А ведь было время, когда, знаете, очень много было народу. Да, сейчас у нас все спокойно. Мы, как правило, уже у нас указания с нашим руководством, что принимать только в основном по электронной записи. То есть человек открывает сайт, наш УФМС по Московской области, компьютер ему предлагает варианты. То есть, пожалуйста, на выбор, какой день, час, минуту. Вы приходите в этот час, минуту, день, пожалуйста, вас ждут, вас примут. Но так как у нас сейчас особых очередей нет, поэтому даже приходят и безэлектронные записи, мы все равно принимаем. Потому что, ну, нет народа, мы поэтому с удовольствием принимаем. Ну, а вот все равно, как вы думаете, почему такой упадок? Вот как раз буквально сегодня опубликовали статистику выдачи загранпаспортов в целом по России за прошлый год. Ну, и в сравнении, естественно, с позапрошлым годом. И вот что, вроде как, выдача паспортов упала на 37%. То есть, ну, чуть больше, чем на треть. А у нас вот... Ну, у нас то же самое. Прямо в три раза практически. Да, и у нас то же самое. Потому что, ну, с одной стороны, я все-таки считаю, что те, кто ездят паспорта, они их получили. Вот за границу постоянно люди. Ну, да, уже несколько лет назад и не попали в кризис. И они все-таки на 10 лет выдаются эти паспорта. А потом, ну, не секрет, сейчас уже как-то многие люди предпочитают Россию посещать. Потому что, ну, в стране немножко идет кризис. И не все страны нам рады, наверное. Поэтому многие предпочитают, наверное, русские курорты. Ну да, кстати, но это уже не касается паспортов. Это в тех же статистических данных сегодняшних, это тоже приводится. В какие страны, сколько виз выдано, понятно. Где ограниченные езд, то уж мы не будем их называть. Но даже такие известные европейские направления тоже упало больше, чем на 40 процентов, где-то в половину. Потому что вот интересно, в Эстонию, например, увеличился поток наших жителей. Ну, мне тут сложно говорить, потому что мы визы не выдаем. Мы делаем приглашения. Ну, вот если брать приглашенных иностранных граждан, потому что мы работаем, еще и приглашаем, то есть в частном порядке вы можете прийти и приглашить иностранного гражданина из любой страны. На сегодняшний день новшество я, может быть, даже и скажу, чтобы вам людям было, многие, наверное, указ президента слышали нашего о том, что если раньше мы оформляли приглашение гражданам Грузии только близкие родственники, имеется в виду там супруги могли пригласить только там мамы, папы, то есть близкие родственники, то на сегодняшний день наш президент все-таки сделал послабление, разрешил оформлять приглашение даже знакомым друзьям. Поэтому вот на сегодняшний день мы это все делаем, принимаем, а приглашения у нас и с Америки, и с Эстонии, то есть со всех визовых стран мы принимаем приглашения. И у нас как-то мы на уровне держим. Вот что 2014 год, там у нас было где-то 210 приглашений, мы приняли в этом, в 2015 мы 215 приняли приглашение. То есть в этом плане у нас нет такого, люди к нам едут. Те, которые ехали, наверное, так и едут, продолжают. Ну и вот заканчивая тема загранпаспортов, хочу спросить, если паспорт гражданина России выдается с 14 лет, как мы сказали, а вот насколько я помню, что вроде можно загранпаспорт сделать и раньше, в более раннем возрасте. Вы знаете, загранпаспорт можно сделать. Вот родился человек, и если мама хочет с папой сделать ему вот прям из роддома к нам привезти, я, если вы позволите, просто один случай приведу, я не знаю, может даже он немножко веселый, к нам обратился ко мне на прием молодой человек, у него жена должна была пойти в роддом рожать. А времена были такие, когда вот, ну как раз был ажиотаж загранпаспортами. Это житель Фрязина, приятный молодой человек, он говорит, вы знаете, вот у меня жена рожает, я бы хотел ребенку выписать паспорт заграничный. Как, когда я могу? Ну, вы знаете, я как-то немножко решил, наверное, пошутить, ну не знаю, но потом он, правда, понял, залыбался, молодой человек. Я ему сказал, ну вы знаете, вы прям можете из роддома. Справку принести? Нет, как только супруга ваша родит, прям из роддома, не домой, а к нам приезжаете, мы ребеночку сделаем загранпаспорт. Он сначала так обрадовался, говорит, что это такое возможно? Я говорю, вы знаете, мы делаем, ну хоть один час ребенку, это ваше желание родителей. Ну потом он, наверное, понял, говорит, нет, я все-таки домой ее повезу. А так, в принципе, как правило, очень маленьких приводят. У нас специально даже кабина стоит, если вы фотографировались на биометрические паспорта, вы видели там кабину, вы заходите в нее, она вам говорит, как голову повернуть, как присесть, потом говорит вам спасибо. И у нас там специальные игрушки есть. Ну, у меня женщины в основном работают в этой службе, и все матери тоже. Поэтому, чтобы ребеночку успокоить, потому что он в кабине один сидит, мама здесь рядом стоит, чтобы он не плакал, и вот они там игрушечки навешивают, чтобы он все-таки увлекался как-то этим. И очень даже красивые фотографии получаются. Поэтому срок не ограничен. И если вы позволите, я все-таки, может, даже новшество скажу, может быть, не все знают, что с этого года можно иметь и второй паспорт. То есть раньше, если было, надо было три поездки совершить, там, в течение трех месяцев выезды и въезды сделать, ходатайство с организацией, то сейчас нет. По вашему желанию, пожалуйста, вы можете прийти и второй паспорт выписать. Ну, а с практической точки зрения, зачем это нужно? Ну, вы знаете, это, как правило, нужно люди, которые, допустим, стюардессы, там, пилоты, которые летают, они же на визу один паспорт сдают, потом в это время нужно другое, они летят. Ну, вот за все время несколько человек только пришли, сдали. Потому что я говорю, что что-то как-то не особо мы пользуемся пока спросом загранпаспорта. Ну, а вот эти загранпаспорта, которые оформлены на маленьких детей, а у них сроки действий такие же? Пять лет и десять, да? Думаю, если, допустим, не знаю, в два годика, да, ребенку сделал паспорт, то через пять лет он... Нет, а если старого образца? Или старый они не делают? Ну, вы знаете, как правило, тут какая тонкость. Если ребенку, если на пять лет делать паспорт, то ребенка приводить не надо. Законные представители или мама, или папа приходят и сдают документы. А если мы делаем биометрический паспорт, то ребенка надо приводить. Чтобы мы его уже в биометрической кабине сфотографировали. Единственное, отпечатки пальцев мы начинаем снимать с 14 лет. То есть до 14 лет отпечатки пальцев на биометрические паспорта не снимаются. Ну, вот как раз заговорили об отпечатках пальцев, да, вы еще такую услугу оказываете, как дактилоскопическая регистрация, да? Это же не только с паспортами связано. Вообще, для чего она нужна? Ну, вы знаете, у нас, как правило, за все время очень мало людей. Да, добровольное дактилоскопирование. У нас очень мало. Несколько человек, может быть, за весь год обратилось. И то это люди, которые идут в охранные какие-то предприятия. Им нужно дактилоскопирование. Но есть у нас дактилоскопирование, которое, так понимаете, добровольно, немножко принудительно. Это в каких случаях? Объясню. Вот, допустим, когда мы нарушителей, там, закрываем въезд или водворяем, мы обязаны делать дактилоскопирование, то есть проверять по базам это нарушение. Человек оформляет временное проживание. То есть он уже оформляет ПМЖ на территории Российской Федерации. Я имею в виду иностранное гражданин, а лицо без гражданства. Он обязан сделать дактилоскопирование. Вот таких, конечно, у нас очень много. Потому что и нарушений, когда мы выявляем, есть там, и еще временное проживание оформляем. Просто человек не оформит его, пока не издаст это. Вот тут это обязательно. Ну, а если я сделал, скажем, вот эту дактилоскопическую регистрацию, я могу потом, например, отказаться от нее, чтобы данные мои уничтожили, так скажем? Вы знаете, я думаю, что нет, потому что данные уходят в информационные центры. А потом, ну, вот я не знаю, наверное, и ваши, и есть такие службы, которые, ну, просто обязательно дактилоскопирование. Вот меня, допустим, мы раньше же были все при полиции, это мы сейчас прикомандированы. А так раньше мы были все при МВД. Просто мы обязаны были сделать дактилоскопирование, и наши отпечатки пальцев должны находиться в информационной базе, храниться. Ну, а потом, я считаю, законопослушный гражданин. Ну, что ему скрывать-то? Да, бояться нечего. Да. Спасибо, Галина Сеарфимовна. Мы сейчас прервемся ненадолго, буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами, мы продолжим разговор. Напомню, сегодня в гостях у меня начальник межрайонного отдела управления Федеральной миграционной службы России по Московской области в городском поселении Щелково Галина Игнатьева. Итак, оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Диалог». Не забывайте телефон нашей студии 496, код города 567-1440 и 567-1450. Напоминаю также, что в гостях у меня сегодня начальник межрайонного отдела управления Федеральной миграционной службы России по Московской области в городском поселении Щелково Галина Игнатьева. Еще раз добрый вечер, Галина Сеарфимовна. Мы уже поговорили о главных, можно сказать, направлениях деятельности вашей, которые касаются наших граждан, граждан России, жителей Щелковского района. Но, тем не менее, вопросы миграции, вопросы переселения из других стран с вас тоже никто не снимал. Поэтому такой вопрос много ли вообще у нас в районе работающих иностранцев и не работающих тоже, и как часто бывают случаи нарушения миграционного законодательства среди них? Ну, вы знаете, я, наверное, вот вам цифры сейчас приведу, потому что, ну, вот сказать, сколько работающих не могу, потому что объясню сейчас, если позволите, буквально на двух словах. Приехал иностранный гражданин. Первое, что должен он, это законно встать на миграционный учет. То есть принимающая сторона идет на любую ближайшую почту, или в МФЦ, опять же, и ставит его на миграционный учет на 90 суток. За эти 90 суток иностранный гражданин должен определиться, что он будет дальше. Погостить здесь и уедет, или будет работать, или будет оформлять ПМЖ, у него здесь тут супруга, или родители, или своя собственность. Как правило, особенно сейчас мы это с вами почувствуем ближе к весне, но у нас что-то в этом году и зимой нескончаемый поток был, иностранные граждане все больше хотят поработать в районе. Не только у нас, но и во всей Московской области. Для этого у нас существует огромный центр УФМС по Московской области в Красногорском районе, деревне Путилково. Там выдают, раньше это называлось разрешение на работу. То есть, наверное, помните, работодатели бегали, получали квоты в администрации. Сейчас все это упростилось. Нет разрешения на работу, нет квот. То есть, иностранный гражданин изъявил желание поработать, он едет в Красногорский район. Имеется в виду, если он законопослушный гражданин. Ну, это понятно, да. Да. Ну, а работу он уже должен найти или нет? Просто он хочет работать и получит разрешение, так уж по-старому будем говорить, да, и потом уже ищет работу. Да, это же его дело, понимаете. Он едет, приобретает патент. Патент подается двух видов. Один для работы у физического лица. То есть, иностранный гражданин будет работать у физического лица. Ну, там... Индивидуальный предприниматель, допустим. Нет, 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 это тоже юридическое лицо. А это имеется в виду, дом будет у вас у частного лица, строитель, там, ну, прислуга, гувернантка, няня. То есть, у физического лица. Он приобретает патент для работы у физического лица. Он пришел к вам. Вы в данной ситуации выступаете как его работодатель. Заключаете с ним гражданско-правовой договор, уведомляете нас о том, что я принял иностранного гражданина. И продлеваете ему регистрацию на срок оплаты патента. Патент стоит 4 тысячи в месяц. То есть, своеобразный налог иностранные граждане платят нашему государству. И заплатил он за три месяца этот налог. 12 тысяч, соответственно. Да, вы ему продлеваете регистрацию, миграционный учет, извините, на три месяца. Заплатил за полгода. Пожалуйста, на полгода. Патент выдается для работы на один год. Иностранный гражданин изъявил желание поработать у юридического лица. Это вот как раз ваш ИНН, то есть ИП, ООО, вот эти все организации. Да, это юридические лица предприятия. Он уже приобретает патент для работы у юридического лица. Тут уже трудовой договор, уведомление, все дает работодатель ему. И точно так же продлевают ему регистрацию на срок оплаты патента. На год отработал иностранный гражданин, что нового как раз в этом году. Вернее, в 2015 году было. Иностранный гражданин захотел поработать еще год. Пожалуйста, за месяц до окончания патента. Он едет опять в Красногорский район, пишет там заявление, что я хочу продлить еще патент на один год. Ему продлевают. Пожалуйста, он до двух лет работает, не выезжает. Как правило, сказать, что очень много у нас иностранных граждан... А справку с места работы не надо приносить, да, в таком случае? Вы имеете в виду... Ну вот для продления на второй год. Нет, обязательно. Они же уведомления, конечно. Как правило, вы знаете, сказать, что очень много иностранных граждан у нас нарушают, работают без патента, но, честно говоря, я не могу. Потому что, как правило, и работодатели не рискуют, потому что, извините, штрафы миллионные. Предприятие, извините, из иностранного гражданина не может больше миллиона административного наказания заплатить. Но это же несерьезное. Вот. И, как правило, работодатели сейчас берут всех, у кого патенты. Но, наверное, надо отметить тоже, что в 15-м году у нас же в Евроазиатский союз вступили теперь уже 4 страны. Белоруссия, Армения, Кыргызстан и Казахстан. Это страны, которые вступили в Евроазиатский союз. И их граждане имеют права... Чем они отличаются от других граждан, так сказать? Ну, страна Белоруссия, там, конечно, очень серьезные послабления. Но для государства, жители иностранные, которые являются их жителями, послабление в чем? Они имеют право работать без патента, только по трудовому договору до одного года. То есть им патенты не нужны. Приехали граждане Армении или Казахстана, Кыргызстана. Пожалуйста, работодатель берет его на работу без патента. Обязательно трудовой договор нам и уведомление, что я взял на работу. Пожалуйста, он работает. Так что... Но у нас в районе много таких? Да, вы знаете, есть очень много-много. Но я как раз, может быть, кто-то меня из работодателя слышит. Очень неприятно то, что... Я все-таки считаю, что если работодатель начинает принимать иностранных граждан на работу, это же определенная процедура. Трудовой договор, ведь если патент имеешь, надо представить в течение двух месяцев. В противном случае патент аннулируется. То есть уведомление в течение трех дней. Иначе на работодателя можно тоже накладывать административные наказания. Я все-таки считаю, что очень правильно делают серьезные организации, которые начинают работать со странами Евро-Азиатского союза, которые вступили. То есть они еще это не знают. Как правило, начальник отдела кадров или инспектор приходит, консультируется, выясняет. То есть мы же не просто так на предприятии, там вот пришло предприятие и регистрируем их. Мы должны выехать на место и посмотреть, есть ли иностранным гражданам где проживать. То есть, ну, определенный такой литерный дел на предприятии собрать. Но приятно отметить, что вот вы знаете, мы когда выезжаем на предприятии, очень много предприятий предоставляют иностранным гражданам такие хорошие условия, то есть общежития такие очень серьезные. Лучше, чем нашим с ограждениями, да? Вы знаете, да, да. Вот я вот, вы знаете, несколько предприятий мы объезжали, и очень серьезные общежития. С телевизорами, с хорошими кухнями, то есть какие-то чуть ли не спортзалы. Ну, я уже говорю, ну, наверное, только прямо еще бассейна не хватает. То есть, понимаете, очень серьезно. Ну, наверное, да. Очень серьезно к этому подходят, и это все приятно, потому что, ну, люди серьезно это понимают. И, как правило, у них иностранные граждане на таких предприятиях приезжают одни и те же. То есть они уже специалисты, они заинтересованы в них, и они как-то беспокоятся о них, понимаете? У них не бывает нарушений. А так, конечно, то, что сказать, что у нас мы не выявляем нарушений, такого нельзя. Потому что нарушения сейчас очень серьезные по отношению к иностранным гражданам. Это и закрытие въезда. То есть иностранный гражданин допустил в течение года два нарушения. Независимо от того, там, по линии ГАИ его оштрафовали, он что-то нарушил, какие-то правила. То есть это все фиксируется? Да, это все фиксируется в базе, и сотрудники ГАИ, мы в честном взаимодействии работаем, они нам передают, что у нас иностранный гражданин дважды там нарушил правила. Превысил скорость? Ну, вот почему бы и нет, или там нарушил правила движения. Все, в течение года два нарушения, я еще раз вам говорю, независимо какое, или там в пьяном виде его задержали. Все, ему уже въезд на территорию Российской Федерации закрывается в автоматическом режиме, независимо от него. То есть набивается в конфликт. Но из страны он не высылается, да? То есть он свой срок доработает, да? Нет. Въезд ему на территорию России закрывается на три года, и уже на территорию России он не попадает. И если мы его, мы же без него это можем сделать, закрыть, то есть мы по базам проверили, у нарушений есть, мы закрываем. И если потом мы его задерживаем, то мы уже его выдворяем с территории. Или в добровольном, по решению суда. Иногда судья выносит, конечно, через спецприемник, особо злостные. У нас в Егорьевске очень хороший спецприемник открылся от управления нашего. Большой, хороший, огромный. И там как раз содержатся только иностранные граждане. Поэтому мы в том году где-то в пределах 100 человек в спецприемник. Но это жители были в основном Вьетнама. Наша такая категория, которая нам дает такие проблемные вопросы, да. А так, более 2000 мы только въезд закрыли иностранным гражданам, которые являются нарушителями. Да, конечно, многие, у которых здесь семьи, дети, жены, они могут въезд открыть. Но это только через ФМС России. Потому что по всем базам и спецорганов ФСБ и прочее все это проходит, въезд закрыт. Открывают, конечно, но все это месяц и длится очень долгий процесс. И становиться на такой путь никому не рекомендуем. Поэтому иностранные граждане, которые приезжают, конечно, они должны быть законопослушными. И даже больше, наверное, чем наши граждане. Да, конечно, да. Потому что мы тут свои. Галина Серафимовна, хочу сказать, что вот как раз в конце лета проходил круглый стол в общественной палате Щелковского района, посвященный как раз вопросам миграционной политики в нашем районе. Там прозвучали некоторые цифры. Правда, цифры, конечно, еще не по итогам года, по итогам только 7 месяцев прошлого года. Но, тем не менее, я думаю, нам будет сейчас любопытно посмотреть этот сюжет. И потом обсудить о том, что изменилось вот уже за почти полгода, которые прошли с тех пор. Давайте посмотрим этот видеосюжет. Вопросы миграционной политики обсуждали во время круглого стола общественной палаты Щелковского района. Общественники подняли эту тему, чтобы узнать, как в районе ведется работа по социальной адаптации мигрантов, которые по разным причинам переехали жить или работать в Россию. Вопросы есть, пути решения, я так думаю, что каждый из нас приносит свои пути решения, но надо их решать, надо что-то создавать, надо что-то делать более цивильно на том уровне жизни, которым мы живем. Охарактеризовали миграционную ситуацию представители ФМС и полиции. В основном в Щелковский район прибывают граждане из Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы и Армении. По разрешению на временное проживание находятся более полутора тысяч человек, ведь на жительство имеют почти две тысячи, а получили гражданство Российской Федерации более 260 человек. Однако с ростом числа мигрантов увеличивается и количество правонарушений, в том числе за прием на работу иностранцев без разрешения на трудовую деятельность. К административной ответственности за 7 месяцев привлечено 914 физических лица, 180 должностных лиц, 129 юридических лиц. Щелковским городским судом в отношении 613 иностранных граждан вынесено постановление об административном подворении за пределы Российской Федерации. Наложено административных штрафов на сумму 25 миллионов 658 тысяч. Мы сами выявили только 172 за 7 месяцев административное предупреждение, предусмотрим статью 18.8, это за нахождение с нарушением миграционного законодательства, потому что мы работаем только полицией по 18.8 и по 18.9 статьи, это за предоставление проживания в астроводорожном нарушении. О том, что делается для иностранцев и как принимает Щелковский край своих гостей, говорили работники образования и здравоохранения. Например, беженцам из Украины помогли устроить детей не только в школы, но и в детские сады. Из 152 118 ребят уже ходят в дошкольные учреждения. Также бесплатно оказываются медицинские услуги. Ну и в продолжение темы, как раз вот по этим цифрам, по этим случаям, скажем, нарушение законодательства на сайте Управления Федеральной Миграционной Службы Московской области, есть такая информация, что как раз у нас в районе, но это, правда, осенью еще было, проверка выявила многочисленные нарушения миграционного законодательства. Под одной крышей 135 работников шили женские халаты, выпекали хлеб и занимались производством стеклопакетов. Почему-то эти цеха находились под одной крышей, как уже было сказано, это бывшая птицефабрика. Универсальная. Причем, да, что работодатели, естественно, были разные, просто место одно было, но как раз работодатели по-разному подошли к оформлению, так скажем, своей наемной рабочей силы, что у 70 иностранцев, которые стеклопакеты как раз делали, с документами было все в порядке, а вот как раз кто шил женские халаты и хлеб выпекал, то вот цифры такие, да, сотрудники миграционной службы обнаружили 26 иностранцев, которые не только трудились без разрешительных документов, но и находились в стране с нарушением режима пребывания. Ну, соответственно, их всех выслали уже, да? Да, конечно. Ну, вот эти вот мероприятия, мы в честном взаимодействии с органами полиции работаем здесь, конечно, и у нас существует при нашем ФМС отдел по борьбе с нелегальной миграцией. Он, правда, обслуживает несколько районов. Отдел очень такой и компьютизирован, и оснащенный. У них и база сразу в машине находится. Рейды постоянно с полицией они проводят. Мы здесь, на месте, мы в основном занимаемся услугами, оказываем населению. То есть выдача загранпаспортов, то есть такой, знаете, принимаем граждан. Но есть у нас тоже небольшой отдел, несколько человек, сотрудников, которые работают, но мы работаем только с частными лицами. А вот когда идут крупные нарушения предприятий, где 100, и бывает и 200 нарушений проверяем, тогда уже, значит, мои сотрудники объединяются с полицией, вот с этим отделом по борьбе с нелегальной миграцией, и выезжают, тут уже назначается огромный рейд, то есть выезжается, все это проверяется. Но вот то, что вы, наверное, говорили, как раз халаты шили, это, наверное, Вьетнам у нас этим как-то любят. Тапочки, халаты они шить, да. Но хлеб они не пекут, вроде бы. Ну, может, да. Или, может, уже и пекут. Да, может, и пекут, да. Ну, то, что работаем, выявляем, конечно, это очень все серьезно. Одно время у нас очень были большие проблемы в Лосино-Петровске. Вы, наверное, тоже об этом слышали, все об этом, да. Там вот эти птицефабрика. Но сейчас, вы знаете, вот как-то уголок успокаивается, потому что вот эта птицефабрика, ее там, ну, уже наши сотрудники ФМС совместно с полицией, они ее, ну, там всю прям перешерстили уже. Остались только, по-моему, законопослушные граждане. Ну, я еще раз вам хочу повторить, что да, действительно, люди же приезжают, ну, и работодатели не всегда законно, им как-то более выгодно, знаете, все-таки, чтобы не платить за те же патенты. Вот лучше как-то немножко рискнуть. Ну, как нарвешься, еще хуже будет. Ну, да, а штраф-то, видите, миллион двести за каждого человека можно. Потому что на работодатель, я говорю, что штрафы. И вплоть до того, что судья иногда идут на такие крайние меры, когда нарушения проходят там один раз или два, более двух раз в году, предприятие закрывается. Судьи идут на это, потому что, если видят огромные нарушения, и работодатель никаких мер не принимает, чтобы устранить это нарушение, идет неоднократно, Судьи просто закрывают это предприятие. Я думаю, что не очень выгодно сейчас это, понимаете, работодателям делать, но не секрет делают. Делают, и иностранцы хочу, не могу сказать, что прям все у нас патенты имеют. Да нет, конечно. Многие не хотят и четыре тысячи государству платить, понимаете. Лучше как-то так вот побегать, попрятаться. Но все это до поры до времени. Потому что я говорю, что, если вот сейчас, вы, наверное, слышали, мой зам Наталья Петровна докладывала, что за семь месяцев цифры все-таки это очень большие. Вот если взять, допустим, мы закрыли въезд более двух тысяч жителям. Это за год уже, да? Да, но представьте, это нашего района, АПА области. То есть вот постоянно этот процесс идет, 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 и выдворяются, и спецприемники закрываются, и протоколы составляются, и закрывается въезд. Ведь сначала на три года, потом на пять лет, а потом и на десять лет закрывается. То есть идет депортация. Ну, рискуют некоторые, понимаете, как и нарушают и прочее. Ну, а мы для того и существуем, наверное, чтобы выявлять и предупреждать. Ну, вот еще такая информация тоже, которая прозвучала в нашем видеосюжете о том, как эта помощь оказывается гражданам Украины, которые, опять же, беженцы или вынужденные переселенцы. Вот хочу спросить, есть для них какие-то вот, может быть, ну, льготы, не льготы, да? Есть, есть, есть. Ну, я не знаю, давно их ли дошла эта информация, может, как раз кто-то ее впервые услышит, но очень долго, больше года наш президент подписывал указ о том, чтобы льготно продлевать миграционный учет гражданам Украины всем. То есть ведь иностранный гражданин приехал, и если он здесь не работает, патента не имеет, он может находиться на территории Российской Федерации только 90 суток, а 90 суток дома. То есть 90 и 180. Ну, не считая Белоруссия и Казахстан. Это страны в Евро-Азиатском Союзе, у них дополнительные соглашения, то есть они могут выезжать и выезжать. А так все 90 и 180, то есть 90 суток вы здесь гостите, 90 дома. Но для Украины всегда была поблажка, то есть они им продлевали постоянно. С 1 ноября указ президента подписан, и мы уже работаем. Для всех граждан Украины у нас теперь один общий порядок, как для всех стран СНГ, кроме Луганской и Донецкой области. Луганский и Донецк до сих пор мы продлеваем на срок, ну какой согласно принимающая страна? На полгода, значит на полгода. Как только у нас вот начались эти веяния с Украины, очень много, конечно, беженцев приехало и к нам в район. У нас каждый понедельник замглавы Петеримов Евгений Николаевич, была создана комиссия по работе с беженцев. Ну в нее вошли, наверное, все известные люди, руководитель Красного Креста и начальник центра занятости, то есть люди, которые работают и здравоохранение, и просвещение. То есть те, которые как раз вот в этом вопросе заняты. И каждый понедельник замглавы всегда докладывалось ему о том, что сколько у нас людей, детей, трудоустроено в садике. Насколько я знаю, вопросов, по-моему, никаких не возникало. И в детские сады, и в школы, то есть, пожалуйста, все предоставлялось. Единственное, в нашем районе не было, но это очень редко, где в каких районах они открываются, это центры временного размещения беженцев. У нас этого не было, потому что у нас, как правило, приезжали или к родственникам, или снимаешь видео. В июле 2014 года еще вышло постановление правительства Российской Федерации, какие регионы объявлены, где могут принимать и существуют центры временного размещения беженцев. Расписаны были квоты, где какое количество мог регион принять. И у нас как обстоят? Москва и Московская область у нас был ноль. Да, то есть Москва, область Санкт-Петербург, Чечня, туда беженцев и центров временного размещения у нас не должно быть. Но все равно приезжали и устраивали, и помогали. Существует у нас в городе Москве, улица Пятницкая, дом 2, центр, не центр, а то есть отдел, который занимается беженцами и вынужденными переселенцами. Да, и у нас есть в районе люди, которые имеют статус вынужденных переселенцев. Ну, статус вынужденных беженцев, это очень, конечно, это надо, да, потому что это должны быть люди, которые по политическим каким-то гонениям, да, потому что иногда люди путают. У нас выдаются то же самое, как и в других регионах, но они выдаются в мизерном количестве, вот как раз в Москве на Пятницкой, статус вынужденных переселенцев. Но выдаются они только в основном тем, у кого здесь близкие родственники, то есть мамы, папы, супруги или близкие родные люди, братья и сестры. По другим критериям у нас Москва и область не выдают, потому что как только это начиналось у нас это выдавать, ну, когда пошла выдача, вы знаете, такое количество, да, большой был, огромный наплыв, никто не хотел ехать, хотя и центры временного развещения, и государство туда спускало огромные деньги, рядом с нами Владимирская область, Рязанская, Смоленская. Ну, почему-то как-то туда люди не очень охотно ехали. И потом очень, конечно, помогло то, что очень быстро вышло постановление правительства Российской Федерации. Там все было расписано, как финансируется, что, как, где принимается, какое количество. И поэтому, ну, и сейчас я говорю, что выдаются эти статусы у нас, но в ограниченном количестве. Большое спасибо, Галина Серафимовна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Очень интересный разговор получился. Думаю, что, может быть, еще эта тема, конечно, не закрыта. Вот. Хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была начальник межрайонного отдела управления Федеральной миграционной службы России по Московской области в городском поселении Щелково Галина Игнатьева. Смотрите программу «Диалог» каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok